Анастасия и Кирилл – одногруппники. В этом году закончили Саратовский театральный институт. После окончания вуза они направили резюме в несколько театров, и наш был среди тех, которые откликнулись. После трех дней размышлений молодые люди согласились на работу, собрали чемоданы и поехали в неизвестность. Приехав сюда, наши ожидания оправдались даже больше, чем мы ожидали, потому что нам очень нравится театр, нам очень нравится город, по крайней мере за две недели, пока мы здесь находимся. Нас были рады видеть, открыты к нам. Нам сразу сказали – это ваша мама, это ваш папа. Нам всем раздали родители. Очень добродушно, очень приятно было. Молодежь не восприняли нас в таки, ни в коем случае не увидели конкуренцию, наоборот, приняли нас. И Анастасия и Кирилл заняты в новом спектакле режиссера Евгения Цапаева «Горящий светильник». В его основе – рассказы о Генри. Что именно это будет, молодые люди не говорят, хотят сохранить интригу. Известно только, что это некий спектакль-эксперимент. Впрочем, к экспериментам молодые люди готовы. Готов пробовать новое. В принципе, даже не важно, какая роль. Я готов пробовать все абсолютно. Ну, классика – это понятно, это очень интересно. И на этом учишься хорошо. Но и экспериментальное – это тоже интересно. Что это необычно. В таком тоже хочется поучаствовать. Новый спектакль зрители увидят в ноябре. И тогда же смогут впервые посмотреть игру Кирилла и Анастасии. А вот с Марией Раздобариной еще одна новая актриса и соровчане познакомятся в спектакле «Фантазии» Фарятьева. Там Мария будет играть Любу, младшую сестру главной героини. Роль девушки уже знакома. Во время учебы в Воронежском государственном институте искусств она играла ее на последнем курсе. Естественно, да. Очень сильно отличается. Потому что в прошлой интерпретации я была девочкой хорошей. Из меня не делали такую, знаете, вот подросток. Считается, что подросток – это какой-то вредный, неуправляемый ребенок. Ну, по факту оно так и есть, конечно. А из меня делали более взрослую девушку уже, наверное, лет 19. Вот так как-то. А здесь что-то новое. Что-то мне очень нравится здесь, как делают Любу. Мечта Марии – сыграть Сонечку Мармеладову из «Преступление и наказание». Но и всем другим ролям девушка будет рада. Ее желание – работать и работать. Пока она занята помимо фантазии Фарятьева в «Горящем светильнике». Также ее вводят в постановку «Охота жить». Так как до этого мы репетировали все время в институте, я имею в виду, одну и ту же постановку в течение двух лет, каких-то даже трех. А здесь все так как-то быстро, какие-то новые люди, новые режиссеры. И для меня это, конечно, очень интересное открытие. Новый 74-й театральный сезон начнется 16 сентября. И сразу с трех премьер. Помимо фантазии Фарятьева, соровчанам покажут дракона по пьесе Евгения Шварца. А для малышей театр «Кукол-кузнечик» готовит сказку про принцессу Крапинку. Вообще следующий сезон будет очень насыщенный, потому что уже в этом году, до декабря месяца, фактически до начала 2023 года, мы будем просто в бесконечном цейпноте. У нас будут и премьеры, и театральная лаборатория совместно с Театром нации при поддержке территории культуры Росатома. В октябре мы поедем в Екатеринбург на театральный фестиваль арт-миграции с нашим свободным Тибетом. А еще будут гастроли и совместный проект с виртуозами Москвы. К нам приедет оркестр Владимира Спилакова, и сам маэстро будет дирижировать на одном из концертов. Лето на сентябрь уже в продаже на сайте. Работает и Пушкинская карта. Молодежь от 14 до 22 лет сможет приобрести по ней билеты на многие спектакли. В ближайшее время мы откроем и театральную кассу. Там тоже будут обновления. Мы хотим с этого года перевести полностью на электронную продажу билетов. Поэтому всех ждет много интересного. Будет масса новых премьер. Ну и, как всегда, надеюсь, что ковид нас не остановит. Все будут живы, здоровы и придут к нам. Екатерина Пенова, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров, 24.